Продолжение следует... 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 Вот они, вот они, дотами, я знаю Да, да, да Такое, да все не надо Пропускаем на серёжку На серёжку На серёжку, ты во-вторых Хорошо Ты сядешь Жень, вот пара, тройка, видишь, четыре находят Не трожь, не трожь Давай, Женёк, снимай Ага Ай-яй-яй Зрится не могу, руки дрожат Вот это налёт был Вот это налёт Откуда мы его забрали За километр, наверное За километр Продолжаем Вот на стае лёд Заходят, где-то там, смотри Смотри, смотри за ними Смотри Да, да, вижу Приготовлено Давай, бейбло Давай Второй Тоже готов Ну вот он Почему сразу не лёг Не понимаю Отлетел Метров Ну сорок От скоротка Ведь Белтуха с него посыпалась Как с подушки И бит по корпусу Смотри, сколько кровища Добор подранков В нашем деле Это прямая обязанность Охотника Нормального охотника Придётся бегать Вот это мы с тобой слупили Михалыч Опять дуплет Да, да, да Опять дуплет Смотри, Михалыч, какой красавец С маленького белолоба Ух, какой крупный Да, да, да Двоечкой мы его срубили Двоечкой Вот на стае идёт Еле видно нитку Растопырили Да, они облёт сделают Потом ломаются Михалыч, развалились Смотри, смотри за ними Прям туда, вон оттуда Крути на нас, Женёк Иван, сейчас зайдут бомбить Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Давай Отлично Как мы с тобой вдвоём, да Как вы работали? Я работал Кантер-элит Вот такой монотик В камуфляже Достопромечательность Этого монка В том, что корпус у него Усиленный корпус Из поликарбоната Но самое главное Звуковой узел Из акрила Он шикарно воспроизводит Низкие частоты Гуся Для лоба И высокие частоты Мы с Михалычем Работаем в паре Он работает с доминарным Кониколом На низкие частоты А я На высоких Специально настроили Именно вот этот моночек На высокие частоты Сделать это Совсем не сложно Работали Вот так вот Очень высокие частоты Гуся Лобик так не разговаривает Сигналы его Несколько ниже Но я это делаю Целенаправленно Для того, чтобы Докричаться до птицы На высоких частотах Это по моим Представлением По моей практике Это сильно Торкает Беллобого гуся И возвращаем На пределе Его возвращаем Вот так же этот моночек Может разговаривать На низких частотах Я включаю Горловую модуляцию Вот она Торкает 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 Когда гуся Сомневаются Подлетать К нам Или нет Ну когда Подлетелись Просто Обыкновенное Барматание Торкает Михалкает на низких частотах. Их создается у нас полная иллюзия стаи галобик. Николай, расскажи, как ты работаешь. Работаем кодикалом с лотоком за говно. У Юрия Ивановича акриловый звуковой узел. У гусей, как у людей, разные звуковые акценты. То есть у меня один голос, у Юрия Ивановича другой голос, у вас он может быть третьим голосом. Поэтому мы работаем на разных диапазонах для того, чтобы создать такой фон общий, именно звуковой. это очень правильно и полезно. И каждый звуковой узел дает как раз вот эти фоны отдельные. Я добавляю больше голосовой модуляции и создаем вот такой вот хороший, приятный вибрационный звук. Также мы можем как бы спокойно без голосовой модуляции сделать просто призыв двойной, тройной звук. Вот это такая работа. В принципе, Юрий Иванович как бы обозначил, что дальние призывы мы используем, да, и не совсем, может быть, это и гусиные звуки. Потому что основная задача при дальнем подманивании это привлечь гуся внимания к своей расстановке. Вот когда гуси летят максимально далеко, охота всегда гусиная, это большие дистанции, сильный ветер. То есть до гуся доходят только отдельные звуки. То есть он не слышит весь диапазон манка. Самая главная задача просто, чтобы он обратил внимание на нашу расстановку. Вот. И, конечно, когда гусь уже крутится здесь непосредственно близости, мы таким образом уже не маним. Мы маним простыми гусиными звуками. Вот. Ну а издалека вытягиваем птицу максимально громко. Вот так вот мы работаем. Дима, смотри, заработал котел. Дима, смотри, за ними. Вправа. Три идут, Дима, три. Где еще? Где еще? Не знаю. Два попозже. Вот два. Тихо, не шевелишь. Не шевелишь сзади. Не шевелишь. Не, блядь, не шевелишь. Женя, вот и нет. Вот четверочка, видишь? Ага, да, да, да. А вот пара, пара, смотри, слева. Давай, низом идет. Давай их, Дим. Давай, давай. А вот сзади два. Вот три идут прям на штык на меня. Дима, 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 встаем, Дима, встаем. Давай. Нормально, нормально, нормально. Угу. Отлично. Трех, да, да. Молодцы. Там мелко, Михалыч, добирай двух. Доедешь. О, ввалился. Ну, ничего страшного. Чёрненький, хорош. Хорош. Ай-яй-яй. Красавец. Красавец. Аж нырнул весь... Весь тенья. Ай-яй. До земли даже пронырнул. Смотри, какой хороший. Ай-яй. А вот, смотри. Ну что, дорогой, ты самым красивым налётом. Да. Сегодняшней охоты. Да, сегодня. Молодец. Самый красивый налёт. Растёт, кучка. Растёт. Пусть сядут. Вот они, еле метров пятьдесят. Послушаю. Мы работали самым обогдовенным англом на гуся. Михалыч, втворяй. На две руки. Михалыч, поговори с ним, Михалыч. Дим. Ага. А-та. О. Иж пугалище. Так. Движение увидели. Ага, движение. И я-то встал на лавке. А-та не помчались. Просто маночком крр-р-р. Полтора. Ну, ну, гусиный маночок крр-р-р. Они реагируют, журавли, много раз может, пробовали и сажали. У нас один раз был случай, охотились на утку. В скрадок вот он заглядывал, одиночка был. Танцевал возле скрадка, то есть, ну, голос слышит. Брачные игры, да? Ну, молодой, видимо, одиночка был. Ну, конечно, ему скучно. Он слышал, давай перед тобой хвалиться. Интересные птицы, очень интересные. Ка-а-а, она коррект лучше идет, не пугай, не пугай, сиди. Ка-а-а, на тебя, Иваноч, на тебя. Ка-а-а, ка-а-а, ка-а-а. Вот так вот, на тебе. Хоть одна архангельская ворона будет у нас. Не спел, наверное. На голос маним, на голос летит лучше. Груси на нас, Женек. Видишь, Груси? Давай, давай, давай! Бьем! Обалдеть. Давай! В твоей стороны, Иванович. Да-да, вижу. Пропускаем? Давай, бьем! Встаем! Давай! Ну и ладно, хорошо. Ну, отлетел-то 40 метров. Я вижу на планке. И смотри, какое попадание. Прямо по грудине. Вот. Вот он. Еще один. Красавец. Опять троечка сработала. Азотовская троечка. Ну что, расстояние-то у нас 25 метров. Дальше и не стреляем. Из чего стреляем? У Михалыча, у меня, Бенели Винчи. Заводские модели. Дульные насадки. 0,5. Дульное сужение. Без всяких понтов. И никаких магазинов здоровенных. Я не использую достаточно вот этого магазина родного. И самое главное, не пальба нам нужна. А целенаправленная добыча птицы. С первого, со второго выстрела. Ну, гель за собой надо убирать. Под ногами, чтобы они не мешались. Давай. Так, ты возьмешь? Давай, Бенели. Давай, гель. Давай, ты. Рабини. Хочешь, это будешь. Давай, Бенели. Давай, сейчас вынесу птицу, потом пойдем за рюкзаками. За всем броснем. Так, тяжеловато. Есть его. Ставьте скульчатку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok